Республика состоялась Поэтому я очень благодарен Николаю Ивановичу, Алексею Борисовичу за эту встречу, за эту возможность еще раз сказать, что те, кто говорят, что в республике существуют различные силы, они сильно ошибаются. Мы едины, у нас единый центр, единое понимание, единые цели, единые задачи. Я благодарю этих людей за честное и искреннее понимание и вопросов, за то, как они воюют, за то, что они умели сохранить свои армии, не побоюсь этого сказать, и за то, что они действительно являются теми, с которых и их подчиненные должны брать пример. Спасибо. Если есть суд. Я думаю, что мы с той целью, которая была поставлена перед нами, справились. Наши все командиры, которые сегодня присутствовали в этом большом совещании, с пониманием все это приняли, с одобрением приняли. Конечно, есть маленькие детали, но не решаются в рабочем порядке. Главное, что 99,9% мы поднимаем друг друга. Противоречий у нас нет. Осталось только произойти те мероприятия, которые нас ждут впереди. Я думаю, мы честью их выполним. Не только мы можем воевать, но мы можем заниматься и политикой, и решим этот вопрос в ближайшее время. И будет существовать юридически молодая Луганская Народная Республика. Ну, я добавлю следующее. Все прекрасно знают, что я был против этих выборов. Всегда критиковал власть не только эту, и предыдущую. И буду продолжать это делать, несмотря ни на что. Ну, а прийти к согласию и прийти к одному единому мышлению приходится по одной и той причине. Необходимо действительно собрать тот кулак, который может защитить выбор народа. И если этот кулак кому-то не нравится, ну что ж, это его проблемы. Раздрая у нас больше не будет. Будет согласие, будет порядок. И только таким образом мы сможем дойти до назначенной цели. То есть до Киева. Поддерживаю. Спасибо. Вторая остановка в Киеве. Я предупреждал.